Этика отношений Этика отношений – это один из столпов учебы и подготовки практических психологов. Потому что абсолютно точно с точки зрения этики и в каждой стране, где есть психологическая практика, существует комитет по этике, он существует и в Российской Федерации. И этические принципы абсолютно четко нам дают указания, чего нам нельзя делать по отношению к клиенту. Да, действительно, мы не можем дружить с клиентом, это не отменяет хороших отношений, и это вообще залог, да, те отношения, которые строятся. Но они абсолютно такие, да, они дружеские в смысле посыла. Но мы не можем быть друзьями с клиентом, потому что мы перестаем быть в профессиональных отношениях. У нас совершенно иные эмоциональные связи, это абсолютно точно будет мешать работе. А мы не имеем права работать с близкими и родственниками, потому что там тоже иная система эмоциональных связей. Мы не имеем права работать с друзьями еще по той простой причине, что в работе психолога-клиента должна быть абсолютная конфиденциальность. И если мы о друзьях можем что-то вдруг узнать, чего они бы или не хотели, или это бы изменило дружеские отношения, поэтому в этом смысле этический кодекс абсолютно тоже четко нам дает здесь указания, как работать. А мы абсолютно точно не имеем права делать что бы то ни было, что было бы воспринято как манипуляция. Мы, например, не имеем права работать в бартере. Например, я психолог, у меня клиент солистка Большого театра, и я с ней работаю взамен на контрамарку. Да, это тоже абсолютно запрещено, потому что я нарушаю в данном случае границы своего клиента. Поэтому такие отношения тоже запрещены. Психологу нельзя, например, принимать никакие подарки, сувениры от клиента, пока он находится с ним в работе. Да, это тоже запрещено, потому что это тоже нарушение профессиональных границ взаимодействия. Вопрос конфиденциальности разглашения информации – это еще одно очень важное правило, которое этическим кодексом предусмотрено. И я имею право как специалист раскрыть тайну исповеди. У нас есть в процессе консультационной сессии такая часть, которая так и называется, естественно, это отсыл к теологии, и где духовник тоже хранит эту тайну исповеди, психолог ее тоже хранит, и мы имеем право ее распространять только в случае, если та информация, которую я узнала, она угрожает мне как специалисту, либо она угрожает самому клиенту, либо третьим лицам, то тогда я обязана сообщить об этом в зависимости от моего ведомственного подчинения, либо в правоохранительные органы, либо, например, в органы опеки, если что-то угрожает здоровью ребенка. Если я, например, психолог в системе образования, то я обязана сообщить об этом руководителю образовательной организации, а дальше уже, соответственно, руководитель принимает управленческие решения в этой связи. Когда мы хотим помочь своим близким, то очень часто, мы даже этого не замечаем, но наша помощь продиктована о помощи нам самим. Например, если вы родитель, да, и у вас там плачет ваш маленький ребенок, то мы что ему говорим? Ну давай успокойся, все-все-все-все, слезки вытерли, ой, все-все, ой, все, вот ты уже улыбаешься, посмотри, все, слезу иных больше нет. А ребенку хочется плакать. Это нам не хочется, чтобы он плакал сейчас. Это мы боимся своих эмоций, когда наш малыш плачет. И мы пытаемся его успокоить в данном случае не ради него чаще всего, а ради себя. Так вот, когда мы хотим человеку помочь в моменте, когда он испытывает какие-то чувства, то здесь очень важно понять, если это наш близкий, это можно понять, да, что на самом деле хочет человек. А в психологии это называется эмпатия. Быть эмпатийным это не значит, охотя, охотя, как плохо, боже мой, он на тебя ушел, ой, он тебя кинул, вот негодяй. Вот это совсем не про эмпатию. Про эмпатию это когда я вижу, что человеку плохо, и я, например, могу даже вообще ничего не говорить, а просто сидеть рядом. Дальше я могу сказать, я вижу, что ты плачешь. Я сейчас могу тебе чем-то помочь? И, например, да, если человек говорит, да, можешь, то мы слушаем просьбу. Если человек говорит, нет, то мы просто остаемся рядом. Если мы видим, что там какая-то, да, острая ситуация, то мы просто находимся рядом. И человек пусть поплачет, пусть отреагируют эмоции, но мы рядом, чтобы его не оставлять одного. Не обязательно даже что-то говорить, а просто дать возможность, дать поле и пространство, эти эмоции прожить. Если человек доверяет вам свои слезы, да, если он при вас решился поплакать. Ну и, наверное, третий очень важный, да, такой момент, когда мы спросили, я могу тебе чем-то помочь, да, если человек согласился, как мы уже выше сказали, то послушать его просьбу, насколько я могу сейчас это сделать. И если, да, например, человек отказывается от помощи, то остаться рядом. Если можно и уйти. Если человек говорит, оставьте меня все в покое, если это не истерическая реакция, то можно здесь и сейчас уйти, но быть рядом, чтобы, да, что называется, быть на связи. И классическая фраза, которая уже в мемы про психологов уже давно ушла, да, когда ты хочешь поговорить об этом, то это действительно так. То есть не лезть с разговорами. Ну расскажи, ну что у тебя произошло, ну я же вижу, что тебе плохо, да. Вот это тоже не совсем правильная история, но мы как раз спрашиваем, да, вот нужно ли тебе сейчас, чтобы ты про это, да, говорил. Хочешь ли ты, хочешь ли ты мне что-то рассказать? Обычно мы таким образом формулируем, да. И если ты захочешь, если ты мне скажешь, сейчас, может быть, через час, может быть, через день, знай, что я тебя всегда выслушаю. Вот, как правило, это будет абсолютно правильным, это будет поддерживающим. И если человеку хочется рядом с вами поплакать, и он доверил вам свои такие интимные эмоции, то иногда этого бывает достаточно, чтобы вы побыли рядом, может быть, подержались за руку, может быть, создали безопасное пространство, там, через объятья, например, да, и человеку бы дали возможность эти эмоции проявить.